всем привет что-то захандрил вообще конкретно на этой работе михалыч заразил сидел с соплями в ту пятницу я ему говорю ты нахуя на работу то больной ходишь ладно вообще тяжело было и позавчера ну лекарства лекарства как обычный ребят лечился что для вас о чем играть на прибирать зацените сегодня вот короче вот для этой игрушечки блин сделаем для ясеня ну про ващим покажем что получилось ну и вот для этого сделаем дома у меня еще сколько ножа 3 валяется там торцы ухо да это поэтому вот так покажи как режет нужно ну-ка ну-ка ты порежка ты порежка ты порежка ты порежь порежка нам сольцом красная нормально ладно так короче давай розовая мая да к чему я ну ребята просто показать хочу ну сейчас про ващим там все эти урезы т.д.т.п. где-то деревяшка все обработаем все сделаем целиком красит кого просто красавчик вообще лезвие немного другое дай как который порезали надо тот который я показывал тут раз ну лезвие сики деда и вот и у нас еще день долга не поцарапали доход вот да сыграл изящий вообще мне очень нравится руку у меня рука принципе крупная вот такой красавчик а сделаем вот видали вот это вообще ну мы за маленькие ножи вообще произведение искусства будет пин такой тут из g10 вставили на сквозь гвоздовик тоже проходит так что чем подлечься поработаем эти два два брата акробата это ясень покажем что получится мы все тут надолго наверно до четырех наверно можно конечно смонтировать как обычно но в этом вроде знаете там как ваще я думаю на фигуре никому не интереса правильно да и короче он сейчас покажем что получилось смотрите кому интересно ролик чё как назовем нашу пахина фамилия по-любому было ну трафик дтп помните мы называем ролик вы не смотрите как только пахина фамилия полторы 2000 набирает а как вы можете понять кто вот этот бред сперва выслушал и не ушел откроется опять какой-то очередной нюансик о чем я говорил помните да как ругаять ну точно так же начинаешь восьмидесятки только двигаемся всегда в одном направлении здесь под острым углом тут все это обрабатываешь то есть придаешь обрабатываешь урез придаешь форму прошелся но надо очень аккуратно чтобы допустим да вот и дело чтобы наждачка не цепануть кожу досмотрел вот до этого момента до казалось бы херня хернёй да молодого 5 причащаетесь в этом курить и матюки опять ты задвинул за все на свете какую-то ахинею несешь мы тебя не понимаем на русским языком говорю наждачка начиная с 80 все это вот выделываешь то 120 до 120 аналогично как и с рукоять взял чтобы не расходовать отрезал и продолжаешь продолжаешь она как а как ты хотел ну по-другому тут не бывает продолжаешь работать работать трудиться давай это перерыв димас давай сопли подступают димон успокойся дима у меня ответственно начисли у него видите ли ответственный момент уже буду у меня ответ момент не ответственно вот взял и вот такими движениями 80 уже прошел до погнали 120 вот аккуратненько аккуратненько а здесь как сделать а вот требухой оба под острым углом вот 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 сделал ну ворсу эту сторону прошелся аккуратненько вот так вот смотри как раз то получается полы ну и короче вот сидишь обрабатываешь очень аккуратно очень аккуратно нужно вот здесь вот эту кромочку когда придаешь чтобы вот наждачкой то здесь не съездить о чем говорил кто как короче вот вот мы честно говоря не знаем как другие делают может кто-то возьмет себе на вооружение потому что работать с кошей можно по-всякому дадим он кажется и секрет и каждый свои секреты ну мы парни простые и какие-то не секреты а то там ведь это специальным инструментом как бы делается жид прошел все ну вот для кожи как он называется кромко сдиратель какой-нибудь кромкорезы всякие да ну ямкорезы кромкорезы они все есть но честно говоря до них руки так и не дошли вот кромочка должна быть вот что-то подобное смотрите плавно переходит как то так работаем дальше покажем еще получится ну вот и короче работаешь разными номерами наждачек все в одном направлении должно быть так гладенько-гладенько можете хоть до 2000 на работу ну вот так сейчас короче в овощей покажем что получится если успеем а что у нас из всего этого получилось смотрите далее чуть не нажал ебануться чё завощил дай быстрее ну да вот он такой мраморный какой-то видишь там вкладки есть это вот это рукояточка там ну понял да блядь доставать сейчас нельзя ли уже можем не был видал это как лев короче с этими ссадинами бля видишь да ахуенчик бля короче дело к ночи чё хочется сказать я скажу вот для всех для тех кто осуждая чё-то ну вот лабуда виду в видосе написал ордонис для того чтобы вы глянули вот подготовил я до очередной наждачками да какой доводил не буду говорить я говорю кто хочет до 2000 доводи так вот за причастие скажу так вот ты абсолютно нулевой в хорошем смысле слова чистенький грубо говоря вот возьми и наждачка пройдись и не цепани вот и все включение будет позже когда все доделаем ну и повыебываемся короче что там покажет т.д. и т.п. я не помню какой год это была кузня помнишь ты ковал топор топорище бошку да ты дохуя сделал Сауровым помнишь дело братьям да помнишь видос есть я вот ищу его ну потом мало ли чё там благодарственные видос то есть типа от них так вот все топоры ножи чё так не делалось на этой кузне все делалось по воле божьей и под причастием а этот топор он кстати у них остался ли они его на продажу на продаже был на продаже только вот я не знаю продали и вот ты если ты в этой теме какой год скажи год может 19 19 20 или 19 не на 19 можно даже 18 можно с нас 19 так вот ты вот который осуждаешь допустим чё-то это бороть от дома лежит можем видос выложить блядь давай хотя бы так 5000 наберет просмотров комментов нормальных выложи у нас видос этого там ты может среди своих топоров узнаешь то что делал димон гостин и все таковалась видос то он не пропагандирует это опять же не судите по себе дадим кому-то на пробку наступить а кому-то так для куража вот и все короче ладно нам надо ускориться конкретно и мы покажем вам что у нас получилось и меня стопудово смотрит батя антохи но я уверен в этом я как обещал звонок сделаю вот хотя бы 9 сделали вот то что все они вылизаны готовы приезжай смотри забирай там сколько тебе на все следующее включение покажем ножи с готовым ножом и за всем остальным и и и и и и и короче не подрассчитали мы свечки кончились раньше да и самое главное ты должен это понимать в видосе я не знаю там нарезал как попал я часто этим феном навожу на руку для чего чтобы чувствовать температуру но самое главное блять ребята забудет облом надо и практически нереально но на стараться ващить так чтобы не сжечь нитки один ясень по-любому не получится димаство заканчиваю покажем что получилось оттенок и цвет зависит от глубины ващения смотрите что осталось от свечки и чем занимается димас свечку покажи сколько осталось это для ясеня да? да для ясеня это для ясеня это для меня и и и и и и и и и Итак, короче, что у нас получилось, сейчас покажем. Вот это, короче, пистолетная рукоять. Что вышло? Ну, понятно, что еще нет пидорина. А вот прикольно получилось, да, как будто из двух плашек, да? Есть же брюшка такой. Да, лоска такая. Ясень. Ну, вот тут делали из другой, из более лойтовой, хер знает. Она, такое ощущение, что с брюхо была взята, ну, понежнее была, да, Димон? Что еще там делать делать? Ну, джентльмен еще один. Понятно, что будет темляк, да и т.п. Короче, пацаны, это все, что за сегодня успели. Ну, не обессудьте. Свечки кончились раньше. Ну, это вы видели. А, кстати, да, что сделали. Я не знаю, видно, не видно, но вот. Это, короче, человеку это рыбу шкерить. Ну, поняли, да? То есть, он не для того, чтобы косяки скрыть, а специально. Ну, попросили, короче. Ну, и вот этот. Из-под сала. Да. Мы его вставлять не будем. По понятным причинам. Ну, тоже. Он тоже со щелчком, тоже обалденный. В принципе, что, все. Короче, что хотелось бы сказать. Любите нас, смотрите нас. Да, Димон? Да, и мы, короче, еще сегодня посидели, пообщались. На кузню, Димас, надо попадать. Да, надо как-то туда прошифровываться, бля. Да не прошифровываться. На, нагло позвонить. Костяна, если ты смотришь, бля. Ну, а, кузню, с Костяна. Короче, на, к бригадиру обращаться, Димон. Это ты. Леха, если смотришь, бля, на кузню, на, пиздец. А для подписонов, скажем так. Кто подгонит? У-10, У-7. У-8. Топор сделаем. Но подогнать, на, по-пацански. А не на отъебись. Не полтора килограмма. И сказать, сделай мне колум. Подгони нормально, по-пацански. Ну, пятнашку подгони. Бошку сделаем. И топорище сделаем. Да, Димон? 20. 20, ху-7, да? Чувак? 20 килограмм, да? Да. 20-ку подгони. Мы тебе все заснимем. Как-то порть, я куем. Всю хуйню, короче. Нам главное, к молотам добраться. А там сделаем, что хотим. А работают ли они?